Огородникам не терпится начать работать на грядках. Когда и что уже можно делать, разбиралась ведущая программы «Шесть соток» Алла Горбатенко. Корневая система у нас хорошая. Семена сельдерея Татьяна Васильевна сеяла в конце января на снег в качестве эксперимента. Опыт удался, всходы получились дружными. Теперь нужно рассадить их по отдельным стаканчикам. На грядке пока нельзя, слишком холодно. Сельдерей при хороших благоприятных условиях это где-то вторая-третья декада апреля. Мы ее уже высадим, потому что сельдерей холодостойкая культура. И она выдержит даже если будут низкие температуры или даже минусовые температуры. Но сейчас нельзя? Ни в коем случае. В народе издавна говорили, каждому овощу свой срок. Между тем сейчас многие огородники, соскучившись по земле, уже хватают в руки грабли, тяпки и начинают сеять и сажать. Вспоминая о том, что в прошлом году в это время картофель уже сажали. Я считаю, что никогда не надо ориентироваться по датам. Особенно у нас сейчас в наше время. Мы видим, что качели действительно очень большие. Год на год не приходится. И вот для себя, например, я всегда ориентируюсь по приметам других растений. Те, которые, будем говорить, дикорастущие. Природа нам сама подсказывает, когда и что можно сеять. К примеру, сейчас уже цветут подснежники, значит дома на рассаду можно посеять петунью, астры и гвоздики. Зацветут фиалки, можно сеять петрушку, укроп и морковь в открытый грунт. А когда зацветут крокусы на клумбах, это сигнал к тому, что можно сеять лук-батун, лук-порей на грядках и семена дельфиниума. У нас сейчас даже в принципе биологический ноль не настал. То есть у нас еще нет даже среднесуточной плюс пять. Я точно знаю, что когда цветет вишня, температура почвы достигает плюс десять градусов. То есть смотрим десять градусов. И только тогда можно что-то садить или сеять. То, что сейчас еще прохладно, не так уж и плохо, говорят специалисты. В прошлом году, в конце марта, у нас уже вовсю черешни, абрикосы и ранние персики цвели. А в ночь на 1 апреля ударили морозы, которые за несколько часов уничтожили львиную долю урожая. Сейчас почки на многих деревьях только просыпаются. Так что есть шанс, что в этом году деревья зацветут в свой положенный срок. Алла Горбатенко и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.